hello hello с вами канал hi english и сегодня мы разбираем девятый тест quick test number nine уровень pre-intermediate книга english file начинаем с грамматики как всегда tick a b or c to complete the sentences we haven't been to china before здесь уже стоит правильный ответ и когда мы говорим о опыте то есть мы были или не были где-то это наш опыт мы используем present perfect present perfect используется также когда вы говорите о результате например у вас был поломан велосипед и вы попросили там соседа брата свата чтобы он поремонтировал велосипед и вы можете сказать my brother has repaired the bike то есть велосипед уже поремонтировать present perfect используется для результата или для вашего опыта то есть если вы что-то никогда не делали где-то никогда не были используйте present perfect we haven't been to china before present perfect это глагол have или has когда he she it будет has вспомогательный глагол и глагол третьей форме number one we would travel more if we didn't to dogs would это если бы до кабы здесь мы говорим о настоящей ситуации то есть мы сейчас вообще мало путешествуем и мне как-то не нравится настоящая ситуация я говорю если бы мы больше путешествовали точнее мы бы больше путешествовали we would travel more is this condition условие if we didn't если бы у нас не было if we didn't have two dogs didn't have это как бы past simple if we didn't have two dogs но это все предложение это второй тип условных предложений когда вы говорите о текущей ситуации и текущая ситуация вам как-то не нравится и вы говорите вот если бы я была балериной я бы там то 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 сделала да или если бы например на экзамене да вас кто-то там спрашивает эй эй подскажи пожалуйста этот вопрос и вы говорите если бы я знала вопрос я бы тебе сказала да if i knew the answer i would tell you вот когда не это называется нереальные условия то есть вы реально помочь не можете вы реально изменить текущую ситуацию никак не можете вы можете только сказать если бы я знала ответ я бы сказала вот таких случаях после если после if вы используете прошедшее время как как русском в украинском языке например if i knew the answer i would tell you if i knew the answer я бы будет это бы 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 а его талии окей после их мы не используем был и будет то есть если вот я так напишу их вот и вы и вот так перечеркиваю после их вот и был не используется нам бы ты ван скул венеде и лифмой when have you left when did you left здесь нужно запомнить правило простое что когда у вас есть when конкретное время спрашивается когда 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 вчера позавчера два дня тому назад когда то у вас не будет present perfect у вас будет past simple а past simple прошедшее простое время это did или глагол во второй форме но если у вас вопрос вы используете для построения вопросов past simple с глаголом делать что-то да ду там play play like например и так далее используется did when did you leave school when did you leave school то есть когда ты закончил школу кончил школу третье i have always это всегда i have always be been gone afraid of snakes afraid of это бояться здесь после afraid используется предлог of я всегда боялся змей i have always been afraid почему потому что always может использоваться present perfect то есть вы говорите о своей жизни и говорите что всю свою жизнь до настоящего времени поэтому это present настоящее перфектное время боялся змей а я always been afraid of snakes почему been здесь используется потому что бояться это словосочетание с глаголом be быть be afraid be afraid of бояться be afraid of so be afraid of snakes если я хочу сказать я боюсь о змей я скажу i'm afraid of snakes я боюсь о пауков i'm afraid of spiders она боится боится пауков she is она есть да she is afraid 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 of spiders if i you i would buy a bigger tv that's once too small если бы я был тобой if i were you здесь будет нельзя сказать if i was you вот просто во втором типе условных предложений после ай используется вверх не воз если вы услышите воз так могут сказать но это грамматически не сильно корректно поэтому используйте пожалуйста вверх if i were you i would buy a bigger tv если бы я был тобой я бы смотрите будет это всегда бы я бы купил телевизор побольше bigger у нас слово big когда добавляем и а мы под удваиваем конечную согласную если она одна и идет после гласной которая под ударением то есть в маленьких словах такое происходит that's that once once имеется ввиду тивими мы меняем на слово once one is too small апострах с означает из вот вот тот или этот телевизор слишком мал number five if i speak english better if i will speak english better после if will не используем потом поэтому вычеркиваем i travel around australia если бы я говорил на английском лучше я бы путешествовал вокруг австралии если бы я говорил прошедшее время здесь и мы ставим прошедшее время speak spoke spoke if i spoke english better i'd travel around australia апострах d это здесь сокращается у нас наше любимое или нелюбимое слово would would if i spoke english better i would travel around australia number six how long are you work do you work have you worked here как давно ты здесь работаешь смотрите нужно обращать внимание на подсказки здесь how long это период 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 времени период озвучить и когда у вас период период времени вы можете использовать либо present perfect либо прозонд party Pontinius то есть халлон а ювер здесь нельзя так сказать почему потому что work это глагол работать глагол делать, не быть, поэтому мы не можем ставить вопрос с помощью вспомогательного глагола быть. How long do you work? Оно даже не звучит. How long do you work? Так можно сказать. How long do you work? Но это не будет совсем правильно. Лучше сказать. How long have you worked? Как давно ты уже проработал здесь? How long have you worked here? How long have you worked here? So this is correct. How long do you work here? Не совсем, правильно? Лучше выбрать C. How long have you worked here? Потому что у нас есть период времени. С периодом времени используется перфектное время. Number 7. I've been a university student. Я был студентом университета. For two years, since two years, two years ago. Two years ago. Ago означает тому назад. Два года тому назад. For two, for означает протяжение, период, на протяжении двух лет. А since означает с, с какого-то времени. Since, но здесь нельзя сказать с двух лет. Если вы хотите сказать, что я что-то делаю, я умею петь с двух лет, то нужно сказать since I was two. Все. Нельзя так сказать. Since two years. Это нонсенс. Since I was two. Поэтому здесь been не подходит. Two years ago не подходит. Почему? Здесь у нас I've been a university student. Я студент университета. И мы задаем период времени, на протяжении какого мы являемся студентом университета. На протяжении двух лет. For two years. I won't be, wouldn't be, didn't be so tired if I slept more. Но я бы не был таким уставшим, при каком условии? Если бы я больше спал. Я говорю о текущей ситуации. Текущая ситуация это now. Если я говорю, что что-то мне не нравится, вот текущее положение дней, дел не нравится, и я начинаю, если бы да как бы, если бы я был султан, если бы я больше спал, я бы не был таким уставшим. Но я усталший, потому что я как мало сплю. Это второй тип условных предложений. И мы передаем какое-то нереальное условие. То есть дела обстоят вообще не так, как мы себе представляем. Нам хочется говорить, вот если бы я спал больше, я бы не был таким уставшим. Это нереальное условие, потому что я не сплю больше, и планов спать больше нет. Поэтому у нас после if используется прошедшее время, видите. А в главном предложении, главное предложение это то предложение, которое само по себе может существовать. Это называется главным предложением. А второстепенное предложение, это предаточное предложение, оно правильно называется. Это то предложение, которое имеет if, предлог if, if, when, as soon as, till, until. So, I wouldn't be so tired. Я бы не был таким уставшим. То есть в главном предложении ставится would, в предаточном предложении ставится прошедшее время. Когда мы говорим о текущей ситуации, именно текущей, почему я обращаю на это акцент, потому что если вы будете говорить о прошлой ситуации, о прошлом времени, то в прошлом времени немножко будет все по-другому. Вы говорите о текущей ситуации. Вот сейчас. I wouldn't be so tired. Сейчас я бы не был таким уставшим, если, в принципе, бы я спал больше, if I slept more. My grandmother, who died in 1985, здесь extra information clause, то есть это non-defining relative clause называется, когда мы задаем какую-то вспомогательную информацию, без которой можно спокойно жить, то есть без которой мы можем построить предложение. Но здесь речь не о том. My grandmother, who died in 1985, has had, had, has an interesting life. То есть моя бабушка, которая умерла в 1985 году, имела интересную жизнь. Если бы моя бабушка жила, и я говорю, например, моя бабушка имела интересную жизнь по состоянию на сейчас, как бы она жива, и она имела интересную жизнь, я бы использовал present perfect. My grandmother has had an interesting life. Вот я как бы подчеркиваю, что бабушка жива, и у нее хорошая жизнь была, интересная жизнь. И как бы есть, да, это present perfect. Но если она умерла в 1985 году, автоматически это встает прошедшим временем. Это важно знать, такой нюанс. Поэтому здесь используется past simple, не present perfect. То есть, если вы хотите сказать, my grandmother, who died in 1985, has had an interesting life, так нельзя сказать, из-за того, что мы знаем, что она умерла. Из-за этого вспомогательного предложения. Non-defining relative clause. Поэтому используем had, имела. Have had had. Три формы иметь. Had an interesting life. We've lived here. Мы здесь живем. Present perfect, видите? Мы можем сокращать. We have lived. Have сокращается до двух буквок. We've lived here. For. Здесь период, или с какого момента мы живем. For, I was a young child. Since, I was a young child. When, I was a young child. When, это когда. Когда я был маленьким ребенком, я что-то сделал. Здесь бы было прошедшее время. Когда when, вот здесь у нас было прошедшее время. When did you leave school? When, это когда. И всегда после when используется past simple. Прошедшее время. Запомните, запишите. После when используем прошедшее время. Но, когда у вас есть for, 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 здесь бабка на двое сказала. Потому что после for, мы же не знаем, for, это период задает. На протяжении пяти лет. Но на протяжении каких пяти лет? На протяжении пяти лет по состоянию на сейчас. То есть, я живу здесь на протяжении пяти лет. I have been living here for five years. То есть, я начал жить и еще живу. Уже пять лет как живу здесь. For five years. Или я жил, например, в Нью-Йорке с 1917 по 1919 год. Например, да. Такое абсурдное предложение. Ну, ладно. So, I lived. Я здесь буду past использовать. Past simple. Потому что вот этот период, он в прошлом, он никак не связан с настоящим. То есть, что я хочу сказать, что если у вас for, то это либо будет past simple, либо будет present perfect. Present perfect будет с for тогда, когда у вас период времени, о каком вы говорите, связан с настоящим. То есть, он длится и сейчас. То есть, я уже работаю на эту компанию на протяжении пяти лет. I have been working for this company for five years already. Вот так можно сказать. Тогда for здесь нормально вписывается и используется с present perfect или с present perfect continuous. Но, так как у нас, ну, то есть, when не подходит, since we lived here. С какого момента мы живем здесь? С того момента, как я был маленьким ребенком. Здесь не задается период, здесь задается точка отсчет. То есть, если я, например, вот такую штучку построю, вот точка отсчета, это здесь. Вот с этого момента это since будет. Когда действие происходит вот сейчас, сейчас вот это present, да, present это сейчас. И действие происходит сейчас, также происходит. Мы можем использовать present perfect. Вот это такой классический способ употребления present perfect. present perfect. We've lived here since I was a young child. То есть, we've lived here, вот это present perfect. А since это будет past, потому что с прошедшего момента. Since I was a young child. Since I was... We've lived here. Мы живем здесь. Вот мы сейчас живем. Как бы we've lived here. Живем и прожили, да. We've lived here since Since I was a young child. Мы также можем сказать present perfect continuous. Если мы хотим сделать больше акцента на продолжительности действия. We've been living here since I was a young child. Это одно и то же практически. Просто We've been living here. Здесь больше акцент на продолжительности действия. Number eleven. We've been in this flat since last year. For last year. For это на протяжении прошлого года так нельзя сказать. на протяжении двух лет можно сказать for last year. Это в английском языке так не работает. Фо не подходит. We've been in this flat. Мы в этой квартире пребываем. In last year. Нет. In last year нельзя сказать. Смотрите, когда вы хотите сказать в прошлом году я женился, то это не будет звучать in last year I got married. Get married. Жениться. Будет без каких-либо предлогов. Вы говорите last year I got married. Поэтому in last year никогда не сочетается. We've been in this flat since last year. С прошлого года мы находимся в этой квартире. Since last year. Будет правильный ответ. Eleven. Двигаемся дальше. Your brother's an actor. How many films did he made? Have he made? Has he made? Have he made? Точно нельзя сказать. Потому что если вы хотите использовать present perfect то есть сколько фильмов он снял по состоянию на сейчас используется has he made? How many films has he made? Сколько фильмов он снял? Has he made? Он сделал. Так. My brother's an actor. Мы смотрим на начало предложения. Мой брат актер. Здесь апостольф на сейчас вот на эту точку отсчета сколько на данный момент он снял фильмов. То есть если он актер он может еще в принципе много фильмов снять но нас интересует результат. Вот сколько? Всегда когда у вас спрашивается сколько how many сколько ты писем написал сколько ты фильмов снял сколько ты фильмов просмотрел сколько ты книг прочитал будет использоваться present perfect по состоянию на сейчас если вы спрашиваете если бы брат умер и я спрашиваю сколько фильмов он сделал тогда вы бы использовали прошедшее время потому что брат мертв и он уже ничего не снимет ничего не сделает и он умер когда-то в прошлом есть какая-то конечная дата его жизни дата его смерти поэтому используется по simple но здесь брат живой живой и по состоянию у нас сейчас он сделал сколько-то фильмов поэтому правильный ответ будет с present perfect present это настоящее сколько фильмов он сделал how many films has he made number 13 she lives she lives in this city since she was 10 she has lived in this city since she was 10 she is living in this city since she was 10 она живет она прожила она живет прямо сейчас в этот момент в этом городе since she was 10 тех с вот как я вам говорил с 10 лет с 10 лет будет будет вот так в английском языке since she was 10 она живет в этом городе с 10 лет когда у вас есть since вы используете present perfect но present perfect используете не после since а в предыдущем предложении и будет she has lived то есть она живет в этом городе she has lived in this city с какого момента since she was 10 когда у вас since используйте present perfect вот здесь и после since since задает точку отсчета а эта точка отсчета упирается в настоящее время в present потому что она еще здесь живет в этом городе и это будет present perfect she has lived in this city since she was 10 present perfect то есть present perfect показывает нам как бы какой-то результат что вот с 10 лет она прожила вот есть кусок времени прожитого в этом городе результат результат можно вот так рассуждать дальше would you stop working if you were rich ты бы перестала работать если был бы богатым то есть здесь это conditional to потому что сейчас мы рассуждаем о положении дел сейчас сейчас человек небогат его спрашивают ты бы вот если бы ты был бы богат ты бы перестал работать would you stop working if you were rich после if мы используем прошедшее время если бы ты был мы здесь в русском языке например тоже используется прошедшее время в украинском языке як бы ты был богатый такой же используется прошедшее время то есть здесь все логично как бы получается мы говорим о настоящем но после if если бы до к бы используем прошедшее время а в главном предложении используем would would не will а именно would потому что will мы будем использовать когда мы говорим о будущем то есть ты завтра мне поможешь если сможешь if you can will you help me tomorrow то есть это какие-то реальные ситуации которые реально может произойти в будущем а здесь мы говорим о настоящем и говорим с таким если бы до ка бы если бы ты был богат ты бы перестал работать понимаете отличие это conditional to conditional to запомните это когда после if вы используете past simple прошедшее время past simple past simple number 15 how many time здесь time неисчисляемое поэтому нужно сказать much time но how long может быть также давайте дальше читать have you known my sister how much time have you known my sister how long have you known my sister how much time how much time how long здесь лучше сказать how long как долго how long не как много времени how much time how much time здесь не подходит я даже труднее сказать почему оно не подходит how much time have you known my sister потому что how long это как долго ты знаешь мою сестру how much time как много времени ну например how much time можно я думаю сказать how much time did take you to fix the bike сколько времени тебе понадобилось чтобы поремонтировать велосипед how much time did take you to fix the bike сколько времени у тебя забрал ремонт велосипеда а как долго ты например он сделал или же how long have you known my sister по состоянию сейчас как долго ты знаешь мою сестру how long это период понимаете всегда когда мы говорим о периоде вот здесь я выделил how long how long have you worked here как давно ты здесь работаешь present perfect how many films has he made present perfect how long have you known my sister present perfect понимаете то есть период 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 важно понимать что когда период времени вы говорите о периоде времени который связан с настоящим это будет present perfect или present perfect continuous может быть в любом случае будет какое-то perfect perfect время какое-то when have you have your parents meet has your parents meet did your parents meet parents это множественное число поэтому мы не можем использовать has when have your parents meet когда у вас have когда используется когда present perfect форма present perfect какая форма present perfect это have и глагол в третьей форме здесь meet смотрим глагол основной это meet встречать он в третьей форме или не в третьей форме ни в какой он не в третьей форме глагол meet имеет три формы meet вторая форма будет mat и третья форма будет mat также meet mat mat meet mat mat здесь не третья форма поэтому мы не можем использовать present perfect поэтому мы не можем использовать вот это have да и еще почему мы не можем использовать have потому что вспомните я вам говорил сегодня уже что когда у вас when используется слово when после when вы не используете present perfect вы используете pass simple потому что present perfect спрашивает о результате а когда вы спрашиваете когда это не вопрос о результате это вопрос о времени когда вы говорите конкретно о времени когда какой-то какое-то действие случилось это всегда будет пасцы это не будет никогда present perfect то есть present perfect не любит деталей когда вы вообще present perfect это то что отвечает на вопрос что случилось то то есть о каком-то факте о каком-то результате какой который свершился произошел то есть айхов лост майки из я потерял ключи дальше я если я начинаю спрашивать when did you lose your key why did you lose your keys keys или where did you lose your keys это все будет не present perfect это все детали касательно какого-то события которое произошло вот сейчас не прошло но она связана с настоящим то есть актуальная сейчас на сейчас поэтому про present perfect мы все эти вопросы задаем в past simple все детальные вопросы поэтому детальные вопросы when why were имеет past simple а сам факт мы то есть факт какого-то действия что-то случилось мы будем использовать present perfect также мы будем использовать present perfect когда мы говорим how long как долго поэтому when будет did your parents meet когда встретились твои родители number 17 have you ever climbed a mountain ты когда-нибудь забирался на гору yes i have да забирался it was in 2007 it has been in 2007 it it been in 2007 да забирался это было тысячи тысячи седьмом году здесь мы говорим о конкретном времени в прошлом не о самом факте сам факте сам факт у нас да у нас present perfect have you ever climbed глагол в третьей форме a mountain и ответ будет вспомогательным глаголом который нам нужен я сайф и дальше мы говорим о детали когда это произошло действие которое время мы говорим о времени будет воз it was in 2007 my mom was a teacher моя мама была учительницей воз запомните иногда много людей не знают что значит воз воз а значит был если вы не знаете запомните обязательно воз это был i was я был вот номер один запомните i was я был и это намного упростит вашу жизнь в том плане что это нужно знать нужно обязательно знать и я был как не шокирован а просто удивлен что реально много людей не знаю что такое воз my mom was a teacher for 25 years before retiring since 25 years before retiring during 25 years before retiring здесь вам нужно понять разницу for this is about period of time это период времени на протяжении какого-то времени for 25 years for 25 years during 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 вот 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 это классный вопрос это реально классный вопрос почему потому что during это тоже во время но during во время матча во время соревнования во время чего-то а если for вы используете конкретный период for 25 years перед тем как уйти на пенсию поэтому здесь будет for my mom was a teacher for 25 years before retiring не с 25 здесь если since вы хотите сказать нужно сказать since she was 25 став стиха но с 25 лет 25 лет то есть того момента как ей было 25 моя мама работала учительница из 25 лет на это как бы если на английский перевести то не будет звучать since 25 years нужно сказать since she was 25 с того момента как ей было 25 но здесь так не сказано since she was 25 поэтому здесь подходит for на протяжении 25 лет my mom was a teacher for 25 years before retiring перед ухода ухода на пенсию before это предлог после предлога используем глагол с окончанием ing вот он предлог с окончанием а number 19 if we work tomorrow with stay longer the party if we have to work didn't have to work don't have to work то есть смотрим на центральное предложение we would apostrophe t означает вот здесь мы бы stay longer остались дольше дольше stay оставаться где at the party на вечеринке на вечеринке запоминайте предложки переду предлог такой at the party так так мы бы остались остались дольше при как при каком условии если бы нам не нужно было работать завтра если бы нам не нужно было работать завтра if we didn't have to work tomorrow if we didn't have to work tomorrow we'd stay longer at the party если бы мы не должны были работать завтра то есть сейчас вечеринка идет нам нужно идти то есть ситуация сейчас это сейчас если ситуация это будет conditional to и я говорю мы бы нам бы не нужно было работать подождите если бы нам не нужно было бы работать завтра был после if не используется вот после if не используется а здесь используется вот мы бы остались дольше вот сейчас остались но мы не можем сейчас остаться потому что завтра нам нужно работать number twenty what will what would what did she do if she lost her job чтобы она сделала что бы сразу же вот смотрите как быстро можно решить what would she do if she lost her job что бы она сделала если бы потеряла работу опять мы говорим о текущей ситуации о now сейчас сейчас у нее есть работа и мы начинаем вот что бы она сделала если потеряла работу вот что что бы она сделала так хорошо поэтому здесь будет would what would she do if she lost her job это conditional to видите сколько здесь conditional to ваша задача понять когда это conditional to используется просто запомните что если на экзамене вас там кто-то там эй подскажи пожалуйста и вы говорите если бы я знал я бы подсказал вот это классическое предложение с conditional to второй тип условных предложений что если бы докабы по состоянию на сейчас на сейчас очень важно понять что действие вот на сейчас происходит так дальше у нас лексика пожалуйста подпишитесь на канал вот если вы слышите мои слова пожалуйста вот вот тупо пойдите и подпишитесь на канал я посмотрю на цифры смотрю что люди смотрят кому-то это интересно и я буду больше 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 этих видео записывать тик эй биосики канты дэсэнтисы in the biography биографии это боя нам биографии биография биографии he was born in 1931 когда мы читаем года это мы читаем так скальпе разрезаем напополам и читаем 1931 но если у вас два ноля это у вас проблемы когда тогда так нельзя разделять нужно тут до 2005 например вот так читать he went to primary school secondary school university when he was five то есть конечно когда ему было пять он он только в университеты ходил нет но не ходила пошел he went to secondary secondary это уже после пятого класса secondary school начинается he went to primary school primary это начальная школа в англии начальная школа четырех с половиной лет начинается и называется она ресепшен ресепшен потом пять и пять и до шести и пяти это в англии и он называется первый год обучения шести пять семь и пять когда деткам это уже будет ету второй год обучения ету а всего этих years у них 13 ладно это не так важно we went to primary school when he was five he secondary school when he was 18 конечно какое secondary us подождите подождите до secondary school when he was 18 это это не американская система образования поэтому да когда ему было 18 he left secondary school went to secondary school he retired secondary school retired это уйти на пенсию с работы retired используется а здесь leave school это выпуститься со школы graduate from university выпуститься с университета но выпуститься со школы у них как бы используют слово leave left left оставлять покидать да он оставил secondary school старшую школу когда ему было восемнадцать he got in a hospital в больнице in предлог со словом больница he got a job he got some job he got to a job здесь to a job вообще не подходит у него есть работа работа с артиклем используется he got a job in a hospital he got a job in a hospital почему нельзя сказать some job потому что job это единственное число в этом случае потому что нет с это исчисляемое есть one job есть many jobs so he got a job in a hospital number four he jumped in love он прыгнул в любовь he caught in love he fell in love это выражение влюбиться будет впасть в любовь he fell in love fall fell fallen прямо с нашего балкона he fell in love when he was twenty-four запомните пожалуйста когда у вас двадцать четыре семьдесят восемь вот эти составные когда у вас десятки и единицы то нужно ставить вот эту такую 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 dash dash тире или как она правильно на русском языке тире украинскую мову ставьте тире he fell in love when he was when he was twenty-four ok number five he got married he was married married это веселый he got married он нет все это не подходит он женился get married жениться he got married когда when he was twenty-seven опять не забывайте об этом стрижке six they got the first child when he was thirty у них появился первый ребенок когда ему было 30 they got they had they became became это ставать they became famous они стали знаменитыми they got their first they had have have a child не год не получили ребенка а у них они имели да they had a child had have a child иметь ребенка they had their first child when he was thirty he and his wife нельзя сказать ну окей ладно это не буду говорить he and his wife have separated were separate separated in 1970 have separated это present perfect здесь нельзя использовать потому что у нас есть конкретное время действия если у вас конкретное время действия есть то это будет не present perfect это будет past simple а если же у вас не сказано когда действие произошло а сказано что оно просто произошло вот недавно как бы есть результат I have lost my keys это будет present perfect я потерял ключи present perfect я потерял ключи два дня тому назад это будет уже past simple потому что вы говорите два дня тому назад I lost my keys two days ago he and his wife have separated нет просто будет прошедшее время separated то есть разошлись то есть они отдельно как бы были женаты но отдельно начали жить поэтому будет separated so they no longer live together они стали такими сепаратистами number eight they divorce divorce это развод they got divorced развелись they get divorced get divorced это настоящее время но здесь сказано что two years later спустя два года they got это как бы одно одна ситуация мне кажется они сначала he and his wife separated разошлись in 1970 ну а потом они получили развод да развелись two years later спустя два года поэтому здесь будет использоваться как вы думаете что you got divorced прошедшее время спустя два года потому что мы говорим о прошлом времени get divorced это настоящее здесь оно вообще не подходит number nine he retired he dead dead это мертвый умер будет died left уехал ушел улетел when he was 65 when he was 65 опять 65 пишется через эту черточку he retired when he was 65 he retired when he was 65 будет потому что retired он ушел на пенсию когда когда ему было 65 he leave died retire when he was 78 died умер retire здесь иди нет поэтому не подходит потому что у нас прошедшее время когда ему было 75 so he died он умер почему умер я выбираю такое плохое слово потому что у нас leave это не прошедшее время retire это не прошедшее время а у нас здесь прошедшее время потому что он па-па-па когда ему было 75 он откинул коньки когда ему было 75 he died when he was 75 дальше дальше что друзья пожалуйста подпишитесь на мой канал поделитесь с друзьями оставьте комментарии напишите что-то там привет пока и так далее а мы двигаемся дальше tick A B O C to complete the sentences with the correct animal animal животные animal 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 скрупа такая есть so a mosquitou i hte mosquitos so a mosquito beat me last night укусил меня вчера ночью когда when i was sleeping когда я спал вот подступный комар eleven Giraffes, lions, bears have very long necks. Жирафы, львы и медведи have very long necks. Имеют очень длинные шеи. Ну, конечно же, giraffes. Посмотрите, как читается giraffes. Буквка этой произносится правильно не j, а g, как gps. Запомните слово gps. Вот запомнили gps? И всегда знаете, что это читается правильно g. gps, не j, не же, не же, а g, 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 giraffes, giraffes. A dolphin, a shark, a whale is a very dangerous fish. Ну, dolphin, шаг, прекрасно. Это все рыбы. Окей, whale, это рыба. Не знаю, напишите в комментариях. A dolphin, шаг. Ну, самый опасный, конечно, шаг. Я бы не хотел шагом плавать в одном океане. Все, ну, как бы, да, вместе, рядом. A shark is a very dangerous fish. Да, очень-очень опасная рыба. Mickey, cow, Mickey, kangaroo, Mickey mouse is a famous Disney character. Ну, Mickey mouse здесь вообще. Easy peasy, lemon squeezy. Be careful, осторожно. There is a butterfly beat chicken on that flower. Осторожно, там курица на цветке сидит. Осторожно, какая-то бешеная курица. Нет. Конечно же, будет be. Be – это пчела. There is a bee. There – означает наличие, что что-то где-то есть. Есть пчела на цветке. Мы будем с конца переводить такие предложения, которые начинаются. There is или there was, или there were, или there are. То есть на том цветке пчела. There is a bee on that flower. Be careful, осторожно. Пятнадцатое предложение. И пятнадцатое предложение. Увы, у нас что-то случилось. Технические неполадки, друзья. У нас только хорс остался. Все. Кто-то съел других животных. Итак, магическим образом у нас животные не съедены. The horse, the lion, the whale is the king of the jungle. Король джунглей – это кто? Хорс, конь или whale? Нет, lion. Король лев. The king, lion. The lion is the king of the jungle. The lion is the king of the jungle. Итак, дальше C. И вам сейчас нужно подписаться на канал. Если вы смотрите, если вам нравится видео, пожалуйста, подпишитесь. И делаем дальше. Many people are afraid of spiders. Много people, людей, они боятся пауков. My baby, afraid of, будет, кстати, да. My baby son, мой сын, младенец, сын, is terrible, terrified of the dog. Он как-то напуган темноты. Он очень сильно боится темноты. Terrified of the dog. Be afraid of, terrified of, scared of. Вот всегда с этими словами используется предлог of. Not many people suffer, это страдают. Страдают от чего? Suffer from. Страдать от, будет from. From this phobia. Фобия, там, боязнь, там, закрытого пространства, например, или пауков, или куча этих фобий. My sister has a terrible of heights. A terrible, afraid, afraid of heights. Можно сказать, afraid of heights, если бы не было этого terrible. Только нужно сказать тогда, my sister is. Вот здесь там is. И говорим, afraid of heights. Or is scared of heights. Но здесь is нет, а есть has a terrible, имеет ужасный страх, колоссальный страх, of heights. Высот, поэтому будет has a terrible fear of heights. Some children are frightened, 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 frightened of school, боятся школы, frightened of school. When the lift stopped, когда остановился, lift, Lisa started to panic, anxious, dizzy. Started to panic, что делать, паниковать. Anxious, это какая, стревоженная, после пяти чашек кофе вы будете anxious, то, что называется anxious, тревоженный такой. Dizzy, это когда кружится голова. А panic, это да, started to panic, начало паниковать. Дальше. Which word is not stressed in the sentence? Какое слово не под ударением в предложении? Смотрим. Tick ABC, all the unstressed words have the schwa, vowel sound schwa. Это когда у вас много согласных, и вы не можете выговорить слово без какой-то гласной, чтобы оно образовалось. Так, was, phobia, young. I have had a phobia since I was young. Which word is not stressed? Was, not stressed. I can look at water, but I can't swim in it. Окей, то есть, ну, was, мы, нам нужно считать предложение, а was, конечно же, без ударения будет. I can look at water, but I can't swim in it. I can, I can, I can look at water, but I can't. Здесь будет ударение. I can, I can look, I can look. То есть, вы начинаете говорить, и здесь can не будет под ударением. I can look at water, but I can't swim, can't swim. Вы делаете акцент, что вы не можете плавать, поэтому эти слова будут под ударением. We lived there for ten years. We lived there for ten years. For ten years. For маленькие слова обычно, они не под ударением, поэтому for... Не под ударением. Have you seen this film? Вы видели этот фильм? Have you seen this film? Have you seen this film? Have you seen this film? Какое слово не под ударением? Have you seen... You seen... Have you seen... Yeah, have. Have не под ударением. Хотя это начальное слово, оно не под ударением. Have you seen this film? He hasn't known us for long. Он не знает нас так долго. He hasn't known... He hasn't known us for long. For long. He hasn't... Hasn't, мне кажется. He hasn't known us for long. He hasn't known us for long. Known us for long. Known us... Known us... Да, us здесь вылетает как-то. He hasn't, потому что отрицание, нам нужно все равно как-то ударение здесь поставить, что это отрицание, потому что если без ударения, то непонятно, отрицание или не отрицание, как вот здесь было, когда я сказал... I can look at water, but I can't swim in it. I can't... I can't... Ударение... Под ударением. He hasn't known us for long. Hasn't... Здесь... Под ударением, потому что отрицание... Us, оно вылетает. Hasn't known us. Known us. Known us for long. Known us. Known us for long. I don't like mosquitoes and spiders. And... Вылетает. Mosquitoes and spiders. Mosquitoes and spiders. And... Afternoon... 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 Да? Шестое. Phobia... 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 Беговый слог под ударением. Terrified... 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 А дальше... Mosquito... 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 Allergic... 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 Be... Aggressive... 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 Итак... Все. На сегодня все, друзья. Подпишитесь на канал. И до скорых встреч. Пока-пока.